Сегодня мы в гостях у одного из лучших фотографов города Борисоглебска и моего хорошего друга Ивана Волконского. Ваня, привет. Привет, Серёв. Первый вопрос. Скажи, пожалуйста, что ты делаешь, какие услуги ты предоставляешь и вообще, что у тебя за профессия? Профессия, я учитель. Хорошо, а то, что ты предлагаешь людям? Почему я вообще к тебе пришел? Кто ты? Я занимаюсь фотографией. Фотографирую людей. Все, что связано с этим. Семейные съемки, детские, свадебные, портретные и так далее. Хорошо, а сколько ты уже занимаешься фотографией? Чуть больше 8 лет. 8 лет. Это уже прям хороший срок. Ты такой уже на опыте. Хорошо, тогда следующий вопрос, который я заготовил. Почему ты? Почему людям нужно идти к тебе, как к фотографу? Что ты предлагаешь уникального, так скажем? Открытое общение, комфорт во время съемки. Я делаю true фотографии, если так можно сказать, на которых человек выглядит так, как он выглядит. Не как образец 2012 года журнала Vogue. Я не убираю складочки тела, я не убираю морщинки, потому что если оно есть, то оно должно быть. Я не хирург пластический и не фитнес-тренер. Я фотограф. Я отвечаю на съемки за свет, цвет картинки, локацию. Могу помочь с образом, с цветовым, но не более того. То есть ты из-за разряда тех фотографов, которые... К тебе нельзя прийти в неглаженном, непричесанном человеком с минимумом макияжа, а ты все потом дорисуешь в фотошопе. Очень красавчик, вообще просто. Ладно, продолжаем. Какую часть твоей жизни изменяет фотографии и как она вообще влияет на тебя, и что по этому поводу ты думаешь про фотографию? Слушай, ну, хороший вопрос. Давай начнем издалека. Во-первых, все начинают заниматься тем, чем им нравится заниматься. Ну, если вот так вот в идеализированном мире. Мне нравится, чем я занимаюсь, мне нравится фотография. И фотография просто так не приходит. Приходит, потому что интересно общаться с людьми. Изначально многие, я так думаю, чуть ли не большинство, никто не задумывался про то, что снимать людей, снимать свадьбы, общаться в целом с людьми. Все начинали со съемки природы. И как Вадим Галыгин шутил в 2008-м, фотограф любит сфотографировать джаб и небо. На работе другое. Вот. А потом, когда ты сталкиваешься с людьми, понимаешь, что они интересные. Каждый человек уникальный. Каждый человек уникальный. Ты сталкиваешься с разными людьми. Они интересные. Ты общаешься. Тебе хочется развиваться в этом. Хочется еще больше узнавать про них, потому что это интересно. Вот эта фотография для меня. Это общение с людьми, с интересными людьми. Новое знакомство, новые локации. Я очень много поездил. Как ты сказал, ты занимаешься фотографией семейной, персональной, свадебной, ситуативной. Что тебе больше всего нравится? Какие фотографии тебе нравится делать больше всего? Я не могу на самом деле выделить что-то одно, что мне очень сильно нравится, а другое не так сильно нравится. Везде есть какие-то свои нюансы, которые и нравятся, и не нравятся. Свадебная фотография включает в себя наибольшее количество всего на свете. Там есть и персональное, и репортажное, и семейное, и все, что ты хочешь, и предметное. Все есть на свадебной фотографии. Ты за один день должен снять все. В том числе и пейзажи. Когда у тебя вот такученькие люди на фоне больших-больших деревьев. Как фотограф, что ты можешь посоветовать? К примеру, давайте сейчас коснемся свадеб, свадебной фотосессии. Что ты можешь посоветовать молодоженам, которые планируют свадьбу? Как им выбрать фотографа? Что хорошо, что плохо в твоей профессии? Во-первых, выбирать фотограф самим. Не делегировать это никому ни в коем случае, потому что вам с ним провести этот день, вам потом смотреть на эти фотографии. И даже если вы молодая совсем пара, чьи финансовые возможности не позволяют, но вас спонсируют, все равно оставляйте все права за собой. Настаивайте. Основной такой твой совет. Из него все вытекает. И крайний вопрос. Какие планы на будущее? О чем ты мечтаешь? К чему все это приведет? К чему приведет, не знаю. Но цель моих фотографий – оставить людям их на память. У меня даже где-то это было написано когда-то в социальных сетях, что я делаю фотографии на память. Есть фоточки на телефон, которые сиюминутные, моментные. Выложил в сториз, забыл. Через год тебе что-то напомнило про них. Ты их снова выложил. Я свои фотографии не хочу к этому причислять. Мои фотографии на долгое время, на долгую память, которые можно будет потом посмотреть, спустя 10 лет про них не забывать никогда. И они будут актуальны, красивы. И ты будешь себе нравиться на них. Я делаю фотографии, на которых люди себе нравятся. Спасибо тебе огромное. Ты на самом деле очень интересно, очень много всего полезного рассказал. Спасибо. Ваня, ты молодец.